Водитель съехал с проезжей части, машина перевернулась. Смертельная авария случилась под Магнитогорском. Продолжит тему наш корреспондент. По данным ГАИ, 27-летний водитель на Хонде не справился с управлением и машина съехала с проезжей части. Иномарка перевернулась. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. ДТП с участием мотоциклиста произошло в Снежинске. Он рвёт прям. Я не вижу где. Я не вижу где он вообще. А, за скорой? А, он там. Очевидцы рассказывают, что водитель на иномарке не заметил байкера, который ехал с пассажиркой. Произошло столкновение, и южноуральцы перелетели через легковушку. По предварительным данным, мотоциклист серьёзно пострадал. Он лежал на земле и кричал, ведь у него был открытый перелом. Пострадавшего госпитализировали. Медицинская помощь потребовалась и его пассажирке. Перелетел через бордюр и оказался на рельсах. Эти кадры с камеры видеорегистратора сделаны около теплотехнического института. Предварительно водитель не справился с управлением, а его состоянии данных нет. Эта авария произошла в посёлке шахта номер 205. Очевидцы рассказывают, что мужчина на легковушке не справился с управлением и врезался в стол. Сам не пострадал, а вот в посёлке несколько часов отсутствовало электричество. Ребёнок попал под колёса автомобиля. В Верхнеуральске женщина сбила 13-летнюю школьницу, которая выехала на дорогу на велосипеде. Девочку с травмами доставили в больницу. Школьник получил травмы после того, как перевернулся на квадроцикле. По предварительным данным, 13-летний житель Аргояжского района решил прокатиться на квадроцикле. Взял с собой товарища. На изгибе дороги молодой водитель не справился с управлением и транспорт перевернулся. В результате ДТП травмы получил 9-летний пассажир. В Челябинске ищут свидетелей аварии. Со слов местного жителя, грузовик столкнулся с белой иномаркой. С помощью очевидцев водители будут доказывать свою невиновность. А эта авария произошла на проспекте Победы. Южноуральцы тоже ищут тех, кто стал свидетелем столкновения. Один из водителей уверяет, что легковушка не пропустила мотоциклиста при перестроении. Кабина грузовика была полностью охвачена пламенем. Этот пожар случился между Ашой и Симом. Возможно, у большегруза коротнуло под капотом. Водитель не пострадал.